Летел к ракете русский парень, всю землю видит с высоты, был первым в космосе Гагарин. Каким по счёту будешь ты? В клубе «Активное долголетие» праздник, посвящённый первому полёту человека в космос. В программе – космические эстафеты и звёздные конкурсы. Как космонавты дети проходят предполётную подготовку, собирают космический корабль и отправляются в путешествие. «Три, два, один! Поехали!» Участвуют все – и малыши, и взрослые. Первое задание – изобразить пришельца. «Мы между бровями художники, мы не спешим». В межгалактическом хоккее вместо шайбы – разноцветные шарики. Задача игроков – набрать как можно больше очков. По итогам получают подарки – лучистые кристаллы, которые станут выращивать дома. Уверены, знания о космосе пригодятся. «Мне интересно, какие бы планеты были, мне интересно, как они выглядят. Там есть разнообразные планеты, там есть Солнце, Луна. И что когда настает ночь, что Луна закатывает, что Солнце закатывается в Луну, и поэтому Луна светится». «Рисовать инопланетян». «Мне еще понравилось с клюшками, и все-все-все понравилось». Секреты вселенской коммуникации изучены, юные космонавты вернулись на Землю и сделали общий снимок на память. «Мы решили наконец-то встретиться с детским садиком, с которым у нас с прошлого года уже запланирована совместная работа. Это наш проект совместный, и поэтому мы так соединили вместе наши мероприятия, и весело, чтобы провести не только занятия, но и досуг». «Конечно, мы приглашаем наших жителей, чтобы приходили к нам в клуб и занимались, занимались, не сидели дома. Ведь это же и общение, это и улыбки, это настроение, и познание того, что еще мы не знаем». Связь поколений – такова цель этой совместной программы. Клуб «Активное долголетие» будет сотрудничать с детским садом «Ивушка» на постоянной основе. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днем». Спасибо. Продолжение следует...